Жильцы дома в Чебаркуле, чей подъезд превратился в ледяную пещеру, готовы выйти на голодовку. Либо прийти с плакатами к администрации города. Это намерение изъявили владельцы жилищ печатному изданию. Речь об общежитии на улице Электростальской. Там обледенел целый подъезд. Что касается фундамента дома, то он рассыпается, проводка сожжена, а подвал постоянно топит. Трубы сгнили, а на полу огромные трещины. Крысы, с подвала парят трубы, пол прогнил. То есть тут в моих условиях невозможно проживать. Кстати, Владимир Жириновский им выслал одну тысячу рублей. Местная жительница обратилась к политику за помощью в сборе средств на экспертизу дома, чтобы его признали аварийным. Попросила на это дело у Владимира Жириновского 30 тысяч. А ей пришло в ответ письмо с одной тысячей рублей и фотографии политика. Жильцы за свой счет провели экспертизу. Она показала износ дома более 77%. Люди потребовали расселения, но чиновники опираются на данные ранее проведенной экспертизы, которая признала общежитие пригодным для проживания. И планируют провести капитальный ремонт. Кстати, дверь в подъезд уже заменили. Впрочем, следователи завели уголовное дело по статье «Халатность». А еще должностных лиц могут наказать за бездействие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!